Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, добрый день. Большое спасибо за то, что предоставился случай выступить на таком замечательном, серьезном форуме. И вашему вниманию хочу предложить доклад «Популяционный анализ динамики выживаемости больных раком ободочной кишки до и после введения национального проекта «Здоровье» под данным регистра Архангельской области». Эта проблема очень актуальна. Ежегодно во всем мире заболевает более миллиона и погибает около 700 тысяч человек от рака ободочной кишки. При этом, согласно прогнозам, в ближайшие как минимум два десятилетия ожидается прирост, увеличение абсолютного числа случаев заболеваний в результате прироста и старения населения как развитых, так и развивающихся стран. Эта опухоль занимает третье место по распространенности заболеваемости в мире. За последние 20 лет эта опухоль переместилась в структуре онкологической заболеваемости населения Российской Федерации с шестого на третье место после рака легкого и желудка. Выявляются различия в уровнях заболеваемости между странами. Размах показателей составляет от 4-5 до 40-45 на 100 тысяч человек в Западной Африке и Австралии соответственно. Выявляются различия в показателях заболеваемости и смертности и внутри Российской Федерации. Лидирует Северо-Западный федеральный округ как по показателям заболеваемости, так и по показателям смертности. Причем, как видно из графика справа, уровень показателей смертности напрямую зависит от показателя заболеваемости. На слайде представлены слова Мишеля Коллима, на которой говорит о том, что показатель смертности, имеющий, конечно, большое значение, в значительной мере зависит от уровня заболеваемости. А наиболее адекватным измерением эффективности лечебно-диагностических мероприятий, независящим от показателя заболеваемости, является выживаемость. Во многих странах эпидемиологические показатели и их динамика оцениваются на основе данных раковых регистров, уровни которых варьируют от региональных и национальных до глобальных. Архангельский областной канцерегистр ведется с 1993 года. Проходил неоднократно международные аудиты. С 2012 года участвует в глобальной программе оценки выживаемости «Конкорд-2». В 2017 году его данные будут представлены в программах МАИР, САИ-5 и Глобакан. Данные регистра дают возможность оценить показатели и динамику таких показателей, как заболеваемость и выживаемость, а также влияние различных эпидемиологических факторов на данные показатели, в том числе проектов по улучшению диагностики и лечения рака. Одной из таких программ является национальный проект здоровья. Это программа по повышению качества медицинской помощи, объявленная президентом Российской Федерации в 2005 году в рамках четырех национальных проектов. На реализацию данной программы было инвестировано более 500 миллиардов доинфляционных рублей за пять лет из федерального, а затем из местных бюджетов. Целью нашего исследования явилось дать популяционную оценку динамики выживаемости при раке ободочной кишке в Архангельской области в периоды до и после введения национального проекта здоровья по данным Архангельского регионального канцеррегистра. Из поставленной перед исследованием цели закономерно вытекают следующие задачи. Оценить влияние мероприятий национального проекта здоровья на показатели и динамику выживаемости и выявить наиболее значимые факторы прогноза выживаемости. Для реализации поставленных задач была сформирована сплошная когорта больных раком ободочной кишки, зарегистрированных в нашем регистре с 2000 по 2013 годы. На слайде представлена схема формирования базы данных. Были учтены только первичные записи о пациентах. Исключения составили случаи с разной гистологической верификацией. Итоговая выборка составила 4454 случая. Мы оценивали опухолеспецифическую выживаемость, рассчитанную как период времени между датой установления диагноза, это, как правило, дата гистологической верификации опухоли, и датой смерти больного от рака ободочной кишки. Использовали методы Каплана-Майера, метод построения таблиц дожития, регрессионный анализ кокса. У 320 больных дата установления диагноза совпадала с датой смерти. Согласно рекомендациям МАИР, эти случаи не были включены в анализ. Из оставшихся для анализа 4134 больных 62% за период наблюдения погибли. Опухолеспецифическая выживаемость составила 1-летняя 54%, 3-летняя 38%, 5-летняя 32%, медиана выживаемости 19,6 месяцев. На диаграмме справа представлено сравнение наших данных с данными Конкорд-2, в котором на рассматриваемый период от России был представлен только Архангельский областной канцеррегистр. Из диаграммы видно, что относительная выживаемость в нашем регионе гораздо ниже, чем в развитых странах. Как видно из графика, опухолеспецифическая выживаемость в период с 2007 по 2013 годы была выше, чем в период до введения национального проекта здоровья. Медианы выживаемости составили 22 и 17 месяцев соответственно. В таблице представлены кумулятивные показатели выживаемости больных по временным периодам. Отмечалось незначительное, но статистически достоверное увеличение опухолеспецифической выживаемости. Однако распределение больных по временным периодам оказалось существенно неравномерным. Во втором временном периоде было больше больных на 25%. Также во втором временном периоде были больше пропорции больных, проживающих в городах старшей возрастной группы с локализациями в правых отделах толстой кишки. И что более важно, были большие пропорции пациентов с первой стадии заболевания и получивших радикальное хирургическое лечение на 5% больше. Для детального изучения влияния факторов на увеличение выживаемости во втором временном периоде была проведена регрессия кокса с пошаговым введением переменных. Исходное отношение рисков, как видно из графика 1, составляло 0,89, что говорит о меньшем риске смерти во втором временном периоде больных раком подочной кишки на 11%. После введения в регрессионную модель фактор стадия различия между периодами стали даже более значимыми. Таким образом, можно утверждать, что увеличение выживаемости во втором временном периоде не было связано с улучшением скрининга, увеличением доли первой стадии. Дальнейшее введение в регрессионную модель пола, возраста, места жительства больных, локализации опухоли практически не изменило регрессионный коэффициент, что видно из графика 3. И на графике 4 показано, что только после введения фактора тип лечения различия выживаемости между периодами стали статистически недостоверными. Таким образом, можно говорить о том, что увеличение выживаемости во втором временном периоде связано именно с увеличением частоты проведения радикального хирургического лечения. Нами был проведен последовательно однофакторный и многофакторный анализ. Были выявлены значимые предикторы выживаемости. При проведении однофакторного анализа была выявлена обратная зависимость между стадией и увеличением выживаемости. Данные статистически достоверны и остались достоверными после проведения многофакторного анализа. При проведении однофакторного анализа по фактору пол данные статистически недостоверны, но при проведении других неравномерно распределенных факторов, данные стали статистически достоверны, выше выживаемость у женщин. Была выявлена прямая зависимость между возрастом и выживаемостью, данные статистически достоверны, остались достоверными при проведении многофакторного анализа. Выживаемость у пациентов старшей возрастной группы в полтора раза ниже, чем у пациентов младше 60 лет. Была выявлена большая выживаемость у пациентов, проживающих в городах, данные статистически достоверны и при проведении однофакторного и многофакторного анализа. Считаем, что высшая выживаемость у городских пациентов, так как у пациентов из сельской местности, во-первых, имеется географическая удаленность от квалифицированной специализированной помощью, и на втором месте это, конечно, экономические причины. И при проведении однофакторного анализа по фактору вид лечения также были выявлены статистически достоверная высшая выживаемость у пациентов, получивших радикально-хирургическое лечение и в однофакторном, и в многофакторном анализе. Таким образом, значимыми предикторами выживаемости являются стадия заболевания, возраст пациента, место жительства пациента и вид лечения. И благоприятный эпидемиологический профиль больного раком в ободочной кишке – это женщина, младше 60 лет с первой стадии заболевания, проживающая в городе, получившая радикальное хирургическое лечение. Спасибо за внимание.